Союзу строителей Удмуртии исполнилось 25 лет. Его рождение пришлось на годы, когда движитель экономики, любого индустриального государства, начал давать серьезные перебои. То есть это политическая ситуация, острополитическая ситуация. Куда будем двигаться дальше? В стране бардака. К тому времени в стране сложились почти катастрофические социально-экономические условия. И в первую очередь они косой прошлись по строительной отрасли. Была полностью разрушена управленческая вертикаль. Фактически перестали работать союзные министерства, главки, тресты, управление капитального строительства краев, областей и крупных промышленных предприятий. 1995 год. Действительно сложная ситуация в стране, в экономике, в строительном комплексе. Тотальные взаимозачеты, когда строителям не платили за выполненные работы, когда строителям было много работы, но не было финансирования. И как любая отрасль, наверное, строительство нуждалось в создании вот такого союза строителей. Да. Необходимость это была. И наш будущим прозорливый руководитель Волков Александр Александрович, он был инициатором создания этого движения, хоть и организация общественная, но возникла потребность в какой-то координации и выработке программ поддержания и возрождения строительной отрасли, как в стране, так и у нас в республике. Главной заслугой и в то же время первопричиной создания союза строителей стало все-таки стремление людей объединиться, чтобы вместе решать целый спектр вот этих социальных вопросов жизни, тех вопросов, которые жизнь ставила перед строителями. Тогда же перестал существовать план работ, тогда перестали действовать правила о договорах подряда в капитальном строительстве. Тогда же наступил бардак 25 лет назад. Бардак наступил ведь и в управлении, и в технологиях, и в отношениях людей. Люди, создававшие союз строителей Удмуртии – это отдельная глава нашего повествования. У основания организации стояли высокопрофессиональные, наиболее авторитетные красные директора 30 крупнейших предприятий строительной отрасли Удмуртии. Вот эти монстры строительства, прежде всего, их отличала масштабность и видение проблем всех. И действительно, когда они помогали организовать союз, их авторитет был непререкаем. Руководство союза строителей на протяжении всей истории своего существования отстаивало интересы отрасли и перед президентом, и перед правительством республики. У нас был достаточно хороший тандем, власть и строительное профессиональное сообщество. Поэтому на союз строителей возлагалась надежда, что вы будете вырабатывать основные проблемные вопросы, обобщать их и выносить на властные структуры, чтобы можно было совместно принимать решения. Вот задача. Ну и, конечно, защищая интересы строителей, мы должны были отстаивать, в первую очередь, обеспечение работой строителей. Становление и развитие союза шло непросто и волнообразно. Но уже на рубеже веков объединение усилий профессионального строительного сообщества начало приносить первые результаты. При активном участии Союза строителей Удмуртии в республике было построено и реконструировано более 200 объектов социальной сферы, в том числе более 100 объектов образования, 27 объектов культуры, 27 объектов здравоохранения, 6 стадионов, 5 лыжных баз, 3 миллиона 86 тысяч квадратных метров жилья, 323 километров дорог. Только в 2013 году в республике было построено больше всех в стране школ и детских садов. Строительство этих объектов было продиктовано все-таки временем. Ижевск, республика, она не так богата вот такими знаменательными объектами, в отличие даже от наших ближайших соседей. И поэтому считаю, что цирк, он был настолько необходим. Это своего рода тоже визитная карточка Удмуртии. Украшениями Жевска стали набережная пруда, музей стрелкового оружия имени Калашникова и, конечно же, архитектурная жемчужина, Свято-Михайловский собор. В прямом смысле слова, его возрождение велось всем миром. Конечно, Союз строителей здесь как бы две части Союза строителей. Это сам, допустим, аппарат, сам его руководство Союза строителей. Но самая главная составляющая – это предприятие, которое является членами Союза строителей. Поэтому вся заслуга, может быть, Союза строителей – это в природе заслуга его членов Союза строителей. На протяжении всей истории своего существования Союз строителей планомерно устанавливал тесные партнерские связи с учебными заведениями Республики. Сегодня Союз строителей – один из, я думаю, теснейших партнеров системы образования в целом. Мы работаем и с нашими училищами бывшими, они сейчас колледжи, и с монтажным техником мы активно работаем. Ну и, конечно, с нашим родным факультетом, ИЖГТУ. Поэтому вот даже ведь члены Союза строителей – это строители, и даже сам это видное, будем говорить, это то, что первая именная лаборатория или именная аудитория была создана именно Союзом строителей. Вот где мы находимся сегодня, вот это была первая аудитория, она создана, значит, Союзом строителей. Проведение архитектурно-строительных форумов «Вызовы XXI века» является еще одним примером тесного сотрудничества ИЖГТУ имени Калашникова и Союза строителей Удмуртии. Собрания профессионального строительного сообщества играют определенную роль в развитии и модернизации отрасли и содействуют лучшим практикам и передовым технологиям в строительном комплексе Республики. Те цели и задачи, которые Союз ставит перед собой, это, в первую очередь, просветительская деятельность. Ее очень не хватает для наших строителей, ведь не секрет, что многие руководители строительной отрасли, они прежде всего делают бизнес на строительство, а Союз строителей, он творческий союз, и поэтому организация различных конференций, семинаров, круглых столов, она сплачивает строителей. В декабре 2020 года исполняется ровно 9 лет с момента создания Совета ветеранов при Союзе строителей Удмуртии. Первоначально в его состав входило порядка 30 человек, а сегодня больше 70. На заводе проще, там огромные коллективы, и люди близки друг к другу, они общаются даже, когда уходят на пенсию. А у строителей получилось другое, потому что очень много строительных организаций. И вот создание вот этого Совета ветеранов как раз и было продиктовано тем, что люди хотели общаться, они хотели вместе, быть вместе, обсуждать, участвовать в общественной жизни республики, то есть знать, что сейчас происходит, то есть в то время, когда они уже не работают, ну и поделиться своим опытом. Одним из наиболее ярких примеров просветительской деятельности Союза строителей Удмуртии стал выпуск первого тома уникального фолианта «История строительства в Удмуртии». Работа принадлежит Перу известного писателя, поэта и публициста Сергея Жилина. Книга издана медиагруппой «Парацельс». В книге рассказывается о бестоках строительства на территории современной Удмуртии, о дома и градостроении Вятского края. Издание основано на большом количестве архивных и иллюстративных материалов. Идея создания научно-популярного издания вынашивалась более семи лет. Я понял, что наша современная молодежь, будущее инженеры-строители, не имеют, наверное, главного. Они немножко не ориентируются в то, что было раньше. Да, мы учим в университете вот это железобетон, вот это новое композитное материало, что раньше было, и как наши деды и прадеды. Я увидел в этом проблему. На первом этапе работы над книгой финансирование проекта осуществлял директор строительной компании «Арс» Рим Ахметов. Мне очень жаль, я об этом говорил, что не напечатали, что первый человек, кто платил свои деньги на создание книги, это Ахметов Рим Сабирович. И вот тут нет, это очень плохо. И все же, несмотря на организационные и финансовые трудности, идея создания двухтомника «История строительства в Удмуртии» нашла поддержку у руководства Союза. Я очень благодарен Александру Григорьевичу Ходореву за то, что он зацепился, за то, что он впился, за то, что он возглавил в итоге эту работу, и эта книга состоялась. Начало было за Граховым, финиш был за Ходоревым. Это правда жизни. В психологии существует понятие «радостная перспектива». Иначе говоря, ожидание светлого завтра и надежного будущего. А есть ли она эта радостная перспектива у Союза строителей Удмуртии? У Союза строителей, как у Творческого Союза, более масштабная задача. Я считаю, что у него есть будущее. Настанут более лучшие времена, возобновятся и конкурсы профмастерства, и спартакиады, которые Союз строителей проводит и будет проводить. Эти мероприятия, они действительно тоже объединяют людей, работников, ну и конкурсы детского рисунка. Это настолько воспринимано строителями мероприятия, что приносят эти рисунки заранее, зная, что этот конкурс будет объявлен, а не приносят заранее. А когда происходит награждение, это превращается в праздник, прежде всего, для родителей, а потом уже для детей. Надежда умирает последней, поэтому перспектива, она должна быть. Если ее не видим мы, то мы ее должны создать. Впереди нас ждет много работы. Просто хотелось бы, чтобы это было регулярно, не с плесками и спадами, а какая-то стабильность. Пусть она не будет, ну, такой, как говорят, купаться в деньгах от того, что так много работы и не знаешь, как ее осваивать. Ну, чтобы это была стабильность с небольшим ростом. Поэтому вот Союз Строителей работает, награждает, поощряет, выступает, приходит, показывает, говорит, это класс, это супер. Союз Строителей